И, кстати, это всего лишь вторая игра на Game Boy Advance. В прошлом году я проходил Double Dragon Advance. В этом году продолжим тему Game Boy Advance. Вообще интересная все-таки портативка. Так, время пошло. Время пошло. Ну, давайте смотреть. Игра в тему нового года. Crave Entertainment. Естественно, я даже не знаю, что это за ребята. Опа, New Line Cinema. Нифига себе. Нифига себе. Ой, сколько фирм сразу вначале пишут. Эльф кино. Нажмите старт. Нажимаем. Ну, кстати, пять языков предлагают на выбор. Остановимся, конечно, на английском. Какие-то мини-игры есть. Опции достаточно скромные. Как говорится. Андрюха, здорово. Андрюха, не надо ничего снимать. У нас морозы. Кстати, снежинки на фоне такие прикольные сыпятся. Так, новая игра. Можно какие-то пароли вводить. Ну, фиг с ним. Да, по ходу, игра по фильму. Потому что кадры из фильма какого-то. Не знаю, как актера зовут, но, по-моему, он много где снимался и в основном в комедиях. Так, задание. Соберите как можно больше конфет. Сколько сможете. Используйте жвачные подпрыгиватели, чтобы прыгать выше. Следите за сосульками и падающими мостами. Остерегайтесь полярных медведей. Полярных медведей. Замечательно. Остерегайтесь полярных медведей. Все, начинаем проходить игру в тему нового года. Не пугайтесь, ребята. Game Boy Advance. Специфическая консоль. Какой-то медведь пассивный, кстати. Как-то он слабенько передвигается. Собираем всякие ништяки тут. Кстати, леди, вот тебе, пожалуйста, и леденцы в прямом эфире. Без смс и регистрации. Медведи какие-то, я не знаю, не особо-то и агрессивные. Задний фон неплохой, кстати, еще такой. Что-то здесь очки добавляет, что-то хп-шку восстанавливает. У нас определенная шкала здоровья есть. Кстати, эльф не может приседать, к сожалению. Даже приседания не завезли. Ускоряться тоже вроде не может. Хотя передвигается нормально, так бодрячком. По традиции, спасибо, Андрюха. Благодарю. Андрюха, ты стал первым донатором в 2021 году. Поздравляю тебя с этим скромным событием. Это войдет в аналы истории моего канала. Аккуратно. Сосульки, что же будет, если персонаж на них упадет? Инстакилл, скорее всего, Ян. Биполярных медведей. Вот, Андрюха, вот правильно. Лучше одевайся перед леди, чем раздеваться. Потому что зима все-таки на улице. Нас похвалили, кстати. Давай теперь, говорит, продолжай. Пароли не буду записывать. Пещера полна падающих сосулек. Остерегайся их. Прыгай через какие-то ущелья, чтобы закончить уровень. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Если я прям меценатом почувствовал. Ну, почему бы нет, Андрюх? Почему бы нет? А! Вы слышали этот звук, когда сосулька попала мне прям в голову? Кстати, не ваншотит. Не ваншотит. А как в ямах есть что-нибудь? Так, я понял. Здесь уже ямы поопаснее становятся. В принципе, логично. Сосульки туда падают. Че еще можно от этих ям ожидать? Только скопление льда какого-нибудь. Так, острелы чекпоинт. Замечательно. Тут МНДМсы какие-то раскиданы на уровне. Всех с наступившим. Железного здоровья, отличного настроения. Круглый год. Спасибо, Леша. Спасибо за пожелания. С Новым годом, Леша. Здоровья, счастья, как говорится. Только начинается, ребята. Только начинается 21 год. 4 января. Будем надеяться, что этот год все-таки положительных эмоций побольше подарит, чем прошедший. Понятно, что хватает еще проблем. Ну, совсем уж без проблем тоже, скажем так, скучно было бы жить. Проблема неотъемлемая часть жизни. О, отлично прошел. Вы слышали звук? Да, Зорк, есть такой момент. Так, продолжайте движение. Давай попробуем исследовать дальше. Пока уровни относительно коротенькие. Соберите надпись, чтобы произнести заклинание Нью-Йорк. Вот так вот. Висячие колпаки, набухающие сосульки. О, какая-то пружина появилась. А, это те жвачные пружины с первого уровня, понятно. Так, тут вроде пока ничего нету. О, первая буква, замечательно. Музычка ничего такая, относительно новогодняя, я бы сказал. Так, здесь что? А, вон вторая буква висит, кстати. Все равно как-то вызывает диссонанс челлендж 2020. Ты первый, Крио, ты первый, кто обратил на это внимание. Ну, не знаю, не знаю. Блин, страшно прыгать, когда вот так вот высоко. А эту как взять? А, ну все, забрал, отлично. Так. Четвертая буква, еще три осталось. Да блин, пружины не видно вот эти, когда он подпрыгивает. Одна буква осталась, отлично. Здесь что-то часто пошли. Кстати, задники неплохие, мне в принципе нравятся. Все, последнюю букву взял, отлично. Пока задание скромненькие, посмотрим, что дальше будет. Вы прикиньте, надо было бы собрать надпись с заклинанием Саратов или Омск? Я бы тогда заруинил, скорее всего, Зорг. Перешли от классной игры какой-то наркомании. Артур, эта игра по фильму сделана. Все претензии для начала надо к фильму адресовать. Я лично точно его не видел. Так, отлично, вы нашли все буквы. Дум-ту-дун-ту-дун. Не надо про Саратов туда через три дня ехать. Родных решила навестить, леди. В принципе, хорошее дело. Кстати, на Рождество поедешь, получается. Проблема это задача. Давайте сами себе придумывать задачи. Решать становится сильнее. Есть такой момент. Так, прыгайте от одного айсберга к другому. Смотрите за тонущими айсбергами. Парящие айсберги могут помочь вам достигнуть новой локации. А я помню, леди, помню, что ты про маму говорила. О, нифига себе, смотрите, уровень какой стал. Плюхнулся, замечательно. Вот это геймбой адванс, вот это понимаю. Сейчас только я... Сейчас только был вертикальный уровень. Смотрите, как игра сразу изменилась. Так, надо попривыкать, я что-то сейчас... Так. Тут как-то на тень надо ориентироваться. Бодрячком прыгает надо аккуратно. Одно неверное движение, купаемся в ледяной воде. Так, сюда. Ага, треснутые айсберги тонуть начинают, если на них стоять, понятно. О, господи, это начинается снова. Спасибо, аноним. Спасибо, что не забыл меня с 2020 года. Спасибо. Тебе уже посчитали, 10 лет понадобится пройти челлендж. Смело можешь по плюс одной игре добавлять, называть. Да нет, Ювирус, нет. Привет, кстати. Я для себя решил, что остановимся на 2020. Никаких не будем делать экспериментов. 2020 красивое число, я считаю, его нужно оставить. В крайнем случае, если когда-нибудь я смогу достигнуть этой страшной отметки, будем просто поверх счетчика играть. Я уже, может быть, буду под капельницей лежать в этот момент. Лежу такой на больничной койке, да? Аппарат какой-нибудь подключен ко мне. Сейчас мы будем проходить 2086-ю игру. Вот такая примерно картина будет. Блин, жутковато немножко. Но кто его знает? Кто его знает, как оно все сложится? Интрига будет до победного конца, как говорится. Желание играть есть. Друзья есть, кто поддерживает. Так что, суетимся дальше, ребят. Еще раз говорю, 21-й только начался. 10 лет, Ювирус, это ты еще скромно сказал. Проходных игр будет становиться все меньше, с которыми легко разбираться. Чем дальше, тем будет сложнее, на самом деле. Это тоже дополнительное вносит такое. Так, а что я сюда приплыл? Блин, я тут забрал. Ну ладно, подожду. 2000-и... Блин. Надо затащить, когда-нибудь цель будет достигнута. Не, Леш, я не буду добавлять. О, можно было свалиться, меня сразу сюда перенесут. Наверное, чекпоинт последний здесь был. Так, а тут что делать? Что-то я платформы не вижу. Есть такой вариант, каждый год уменьшаешь число. Чисто математически, если перестанешь пополнять, то затащишь. Ну, это совсем какая-то хитрость. Повезло сейчас, что не упал, кстати. Нет, ребята, давайте оставим счетчик в покое все-таки. Давайте оставим счетчик в покое. Так, еще один чекпоинт. Его вроде не надо задевать. Вроде как меня и так... ...автоматически здесь оставят. Можно туда пойти, можно сюда пойти. Ладно, допустим, так идем. Медведи прикольно, когда вверх-вниз ходят. Жопа такая. Блин, куда я смотрю? Боже мой. Я любуюсь жопой медведя, который... ...ходит по льдине. Как говорил РВД, давай забудем все и сбежим. Да, РВД может подстегнуть. Ой-ой-ой. Блин, опасно. Если я упаду с этой льдины, меня сразу... ...сразу на чекпоинт откинет. Медведи лучше тоже не... Ой-ой-ой-ой. Нифига где чекпоинт. Медведи тоже лучше не злить, конечно. Так, тут я все собрал. Мне нравится музыка бодрячковая. Так, где следующий чекпоинт? Ммм... ...пока со счетчиком ничего не надо делать. Да и вряд ли я уже что-то буду с ним делать все-таки. Цель поставлена. Осталось только исполнить это все. Напряжененький уровень. Вот эти прыжки напрягают реально. Это еще повезло, что меня не ваншотит, когда я в ледяную воду падаю. Так бы вообще страшно было все. Жопы биполярного медведя. Так, сюда тоже схожу. Нет, будет бодрый шаолиньский старик. Хе-хе-хе всем. 2125 игра нам по кайфу. Кия! Эльфы народ закаленный в ледяной воде по кайфу. Ну, кстати, что там говорили про эльфов? Типа они помогают Санта-Клаусу же, правильно? Мне только интересно, почему я должен Санта-Клаусу в одно рыло помогать. Где эти халявщики все остальные? Где остальные эльфы? Почему я тут один по льдинам прыгаю? Нечтяки всякие собираю. Ой-ой-ой. Медведей не каждый день видишь. Вот и засматриваешься. О, отлично, кстати, уровень закончился. Поздравляем, хорошие прыжки. Уровень, кстати, код легкий. ДДДНГ. Запомню на всякий случай. Остальные на других ГБА сидят, помогают. Прикольно, Перкин, прикольно. Да, если кто-то играет, то, соответственно, другой эльф уже мучается. Так, скользите вниз по горе как можно быстрее, собирая как можно больше объектов, которые сможете поймать. Избегайте разные обстоятельства на вашем пути. Будьте осторожны, не ударяйтесь слишком часто. Вот это нифига себе. Вот это ГБА могет, я вам скажу. Вот это Геймбой Адванс, я понимаю, разнообразие уровней. Экшони, экшони попер. О-о-о. А-а-а. Блин, чуть не врезался. Так, тут что? Ой-ой-ой. Нифига эльф развлекается, я тоже так хочу. Надо найти какую-нибудь горку. Так, часы подобрал, отлично. Надо найти горку и попробовать тоже на льдине вот так покататься. Фига экшоней. Сейчас как-то хребтом мороженку взял, или что это там было. Надеюсь, как в Батл Тодси, скорость не будет увеличиваться с каждым этапом. Я о чем и говорю, Райкири, на ГБА. Библиотека игр достаточно интересная. Просто... Так, цифра 3 была. Я не знаю, вот Беныч что-то говорил, будет, не будет, он... Ай-ой-ой, часы упустил, ой-ой-ой. Беныч что-то говорил, что, возможно, он тоже ГБА добавит. На прохождение. Блин, вот это экшоней. Ой-ой-ой, чуть в елку не впендюрился. Так, эльф, аккуратно, тебя... Возможно, домой кто-нибудь ждет. Ну, блин, когда 3D-модели делают, это жопа. Опять же, наверное, от игры зависит. Так, чуть больше минуты у меня время. Да, бодрячковый уровень. Аккуратно. Второй чекпоинт проехал. Ааа, часы как максимально подло поставили. Блин, скоро меньше минуты останется ехать. Ну, я пока никуда не врезался, может, меня это спасет. Может, остальные решили, ну его нафиг. Сталактит, ледяная вода, биполярные медведи. Пусть этот полованный дед сам собирает, что рассыпал. И я один повелся, да. Сразу в начале года Дед Мороз развел меня. А вот часы подобрал, замечательно. Пока живем. Сыграю еще Иридион 2 на ГБА. Один из самых красивых шмапов, что я видел. ГБА могет. О, Андрюх, спасибо за рекомендацию. Иридион 2. Я слышал, Иридион 3D есть. Еще часы подобрал. Ну, теперь спокойно можно, я думаю. Иридион 2. Шмап. Я, кстати, в начале стрима упоминал, что за 2020 год крайне мало шмапов прошел. Особо в этом плане похвастать нечем. Надо в 2021 году как-нибудь на шмапы упор сделать. Ну, не так, что прям каждый стрим проходить там. Хотя бы раз в 5 стримов какой-нибудь шмапчик тащить. В шмапах главная проблема это максимальные уровни сложности. На всяких маниях и хардестах шмапы надо проходить чуть ли не полностью заучивая игру. И все равно еще и тебе придется на удачу надеяться. Фу, отлично, доехал без фейлов. Не ной, ты самый ответственный эльф, помогай дедушке, он не справится. Так, нас опять хвалят, хорошая работа. Ну, хоть хвалят, хоть игра хоть какие-то положительные моменты пишет. Так, следующее. Собирайте как можно больше объектов, чтобы повысить очки. Опасайтесь енотов и уток. Новую животинку завезли в игру. О, а здесь уровень больше на весну становится похожим. Какая правдоподобная утка пролетела, нифига себе. Так, я понял. О, а вот и енот, кстати. Енот, если ты в чате... Енот, если ты в чате, можешь поздороваться со своим... Со своим биологически... Так же выглядящим товарищем. Кстати, еноты какие-то больше на лемуров похожи. Разве у них такие хвосты были? Тоже важные такие, что-то по своим делам ходят. Ой, меня сейчас чуть-чуть не задело, кстати. Вон еще одна пролетела. Чекпоинт, замечательно. А чё за песня, Яна, вы о чём? И Редион 3D мне не очень показался. А вот и Редион 2 качественный. А ты не смотрел, Андрюх, вообще? Ей же, ну, скорее всего, должна и первая часть быть. Первая часть не смотр... Первую часть не смотрел, на чём выходила? Может, тоже на Game Boy Advance есть? Вдруг она каким-то образом окажется лучше первой части. Ой, лучше третьей части. Подлые утки на чекпоинт меня откидывают. Сейчас вообще чудом не задел никто. Ещё и ветки пропадают, капец. Первую не смотрел, сейчас гляну. Потому что мало ли, может... Опять в ледяную воду свалился. Что ж такое? Блин, эльф, прости меня. Кстати, кстати, леди, может мы... Может мы играем за одиннадцатого? Может это наш знаменитый общий друг эльф? Ой, вот это подло было сейчас. Да, чекпоинты страшноваты в этой игре, конечно. Ладно, продвигаемся. Вернулись к 2D уровням. Да, сколько нечтяков приходится собирать. Ой-ой-ой. Мог недопрыгнуть, кстати. Под зелёным змием. Островки какие-то напряжные начались. Ладно, пока по деревьям попрыгаю. Мне сейчас вообще джанглбук немножко игра стала напоминать. Потому что там тоже был уровень, где надо было по деревьям прыгать. Рядом с деревьями обрывы были. Чё-то немножко напомнил этот момент. Момент напомнило мне. Там ничего не оставил? Вроде ничего нету. Да, прыжок у него, конечно... Да. Сколько однообразных деревьев в лесу. О, хпшечка, отлично. Звезда хп восстанавливает. Как раз то, что мне надо. О, ещё чекпоинт. Да, уровни заметно длиннее пошли, кстати. По сравнению с первыми. Ой-ё-ёй. Тихо, тихо, утка, не лезь ко мне. Ой, там звезда была. Отлично. Щё-чекпоинт. Про первый регион не находит ничего? Ммм, интересно. Чё-то меня, Андрюх, заинтриговал. Даже мне самому захотелось проверить. Сейнт, приветствую. С Новым Годом, дружище. С Новым Годом. С Новым Годом, с новым счастьем. Опасаясь и енотов, разрабы что-то знали. Кстати, еноты здесь опасные. Они просто с одного касания на чекпоинт отправляют. Снова нас хвалят с хорошо проделанной работой. Как этого актёра зовут, я не могу вспомнить. Он же часто в комедиях мелькал. Блин, знакомые рожи, но сейчас, скорее всего, вряд ли вспомню. Так, пересеки дорогу и собери 20 рождественских декораций. Чтобы восстанавливать энергию, заходи внутрь крутящейся двери. Интересно. Так, ну вот игрушка была какая-то. Нифига тут движение. Все домой, что ли, на праздники торопятся? Так, три игрушки взял. Тихо, тихо, не шумите, ребята. Четвёртая. Я надеюсь, он под машину не попадёт. Пятая. У меня, кстати, энергия кончилась. Этого актёра зовут... А это же этот. Но он ещё в комедиях снимался. Я стараюсь, Перкин, стараюсь не прыгать. Ну, чё-то движение здесь вообще какое-то страшное. Так, о. О, а по пешеходу можно спокойно пройти. Замечательно. Ещё одну подобрал. А, вон крутящаяся дверь, кстати. Восполняем хпшечку. Нифига его колбасит там в этом магазине. Уилл Феррелл. Уилл Феррелл, да, Райкири? Так и зовут. Я говорю, что-то знакомое. Много в каких фильмах его видел. Просто не придавал значения. Его имени. Так, ну ладно, выходи, мужик. О, а это чё? Куда ты со мной бежишь, друг? Всё, он обратно ушёл. Так, ещё одна игрушка. Ой-ё-ё-ё, сейчас еле убежал от грузовика. Кошмар какой-то. Чуть не сбили. Как порядочный гражданин по пешеходу перейдём. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ёй. Ребята, никогда не перебегайте дорогу. Так, как делает это эльф. Так, тут ничего не пропустим. О, вот ещё одна. Опять энергия на исходе. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Так, 13 штук написано, я собрал. Да, кстати, Saint Frogger была похожа игра. Похожие стилистики тоже. Чё-то надо было перебегать, по-моему, куда-то. Меня машина один раз ударила Все-таки Кстати, да, Сейнт Надо фрогеров тоже глянуть Вроде как это целая серия игр По крайней мере Есть много консолей, где она выходила Пешеходу Замечательно Хоть на пешеходе можно не бегать, а спокойно пройти Игрушки так тройско расположены Так, еще 4 штуки осталось Да хватит сигналить, что такие нервные все стали Дайте мне спокойно дорогу перебежать Так, отлично У него есть фильм Здравствуй, папа, Новый год Две части Я не помню, смотрел или нет Две игрушки осталось Живи, эльф, живи Все, где-то последняя Все, спидраним, короче Здоровья мало Где последняя игрушка-то? Ну Есть, фу, капец Напряжененький уровень Что-то здоровья маловато осталось Так, пора идти дальше Наслаждайся светом Это, видать, то, что мы гирлянду собрали Отправляй почту правильно В почтовые ящики Меняй трубы Так, чтобы они сложились Правильным цветом Будь уверен, чтобы все Вся почта Дошла правильно Так, сейчас красный надо Теперь зеленый Теперь красный Теперь красный Теперь зеленый Ну, это было быстро Это было быстро, в принципе Поздравляем Вы получили продвижение РФК ДК РФХ ДК Пароль Так, теперь что-то Когда вы ушли от почты Посмотрим, как вы Будете доставлять большие посылки Доставляйте эти посылки К правильной двери Нажимая правильно Последовательность кнопок Что-то игра немножко Уже так больше Не на платформер А на логику Становится Какие-то мини-игры Пошли такие 5, 3, 8 Рука такая Забирайте подарочек Счастливого Нового Года 8, 5, 6 И вам тоже не хворать С Новым Годом 1, 8, 5 Вам тоже подарочек 7, 2, 6 7, 2, 6 Забирайте 5, 6, 9 Я про Эльфа Сюжет пипец Где ты видишь Что водить надо Там, Перкин Появляются цифры Вот на этом домофоне Где куча цифр Там в определенный момент Загораются цифры Которые я должен нажать Мне нужно повторить Эту комбинацию Если еще будет Эта загадка Обрати внимание В следующий раз Так, замечательно Подарки доставлены Теперь опять возвращаемся К почте Снова нас просят Трубы правильно О, здесь посложнее стало Так, желтый Желтый влево Надо доставить Теперь желтый В правую трубу Теперь красный В левую Зеленый В правую Желтый В середину Желтый влево Красный влево В принципе пока не сложно Нифига это сюжет Райкири пишешь Хорошая работа Вернемся к большим Посылкам Вот смотри Перкин На циферблат сейчас На домофон Да, но задания Продолжают нам Писать то же самое Правильная Последовательность Кнопок 1, 9, 7, 3 На одну кнопку Больше стало Забирайте подарочек 8, 1, 2, 3 Ну это легко 8, 1, 2, 3 Блин, игра вообще Разнообразная Тут и загадки И платформинг И вертикальные уровни И горизонтальные И на льдине Дали покататься 1, 8, 2, 3 Че ты Одни и те же цифры набираю Одним и тем же Отправляю подарки А семья дурачка Включает Типа Мы не получали ничего Спасибо 6, 1, 3, 9 У меня сейчас Флэшбеки К Микки Маусу Начались Когда тоже Надо было запоминать Цифры 5, 6, 4, 1 Ну там не цифры были А эти Тумбы На которые Надо было наступать Они тоже загорались Надо было правильно прыгать Ладно Это пока не сложно было Посылки доставлены Опять эти Опять почту Надо отправлять Пятнашек Не знаю Не знаю Перкин Посмотрим Так Желтую в эту Так Надо Подускориться Чуть посложнее Стало Зеленая Опа А эту Как сделать? А Через эту трубу Прогнать Желтая Да что-то Они издеваются Что-ли Отлично Зеленая Слева Блин Неплохо так мозги Разминает Смотришь На эти трубы Начинаешь Как-то прикидывать Как это все Пройти должно Ну че Неужели Неужели Сейчас 5 цифр Надо будет Набирать Снова Нам говорят Про эти Про этот Циферблат 45831 45831 Капец Нифига Не усложнили Если будет 6 цифр Я за руиню Нафиг 5 9 8 2 3 5 9 8 2 3 7 5 2 1 9 По-моему Было Да Отлично 6 4 7 1 5 6 4 7 1 5 Сантехником Трубы Да Андрюх Есть такой момент Профессия Эльфа Не такая уж Легкая 3 5 6 2 1 3 5 6 2 1 Проблема В том Что он Слишком Большой Вырос Среди Эльфов Пытается Показать А Слушай Прикольно Райкири Надо Может Надо будет Может Посмотреть Даже Все С этим Заданием Покончено Замечательно Будь уверен Что ты Не ударишься И не ударишь Санту Ой Санта Прости Так А вот это Мне уже Дизи Напоминает Тоже Была Так Прикольный Момент Держи Офигеть Насколько Игра Разнообразная Офигеть Просто Снежками Бью Других Эльфов Злых Наверное Так 11 Штук Набил Держи Я наверное Здесь Останусь Тут Три места Где они Появляются Можно Набить Я думаю 15 Надеюсь Уклон Работает Вроде Ничего Не происходит А ХП Они маленько Мне отняли Кстати ХП Отняли Ладно 21 Интересно Сколько Набить Надо В принципе Две минуты Еще Можно Кидаться Да Криво Остальные Эльфы Подъехали И что-то Они Недружелюбно Ко мне Настроены Наверное Как раз По той Причине Которую Райкири Написал То Что я Как бы К ним И не Отношусь По Природе Своей Блин Они Еще и Тролят Сразу Прячутся Когда Прицел Наводишь Ладно 27 Еще Полторы Минуты Санта Зачем Здесь Вылазит Ему Что Интересно Что тут Что-то Снежками Кидается Что-ли Прям Влобежник Прям В лоб Запустил Ему Жаль Что они Только По пояс Показываются Так Можно Было Снежком Куда-нибудь Причинное Место Угодить Тогда Бы Они Перестали Вылазить Полностью Так Ну 36 Уже Набил Надеюсь Хватит Надеюсь Тут Не надо 50 штук Убить Чтобы Пройти ХП Не тратится Значит Вот этот Это приседание Работает В принципе Как и в Дизе Было Может Даже И вдохновлялись Идея С Дизе 40 Набил 40 Набил Меньше Минуты Еще Сейнт Игра Вообще Разнообразная Игра Просто Радует И на Льди Не дали Покататься Вертикальный Платформинг Был И горизонтальный Какие-то Трубы Задачки Решали Посылки Доставляли Через домофон Набирали Номера Квартир В общем Игра Такая Прикольненькая 24 секунды Наверное Время Должно Кончиться Потому что Я уже 50 Их Почти Набил 51 Собирать 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 Падающие Подарки Саней Санты Доставляйте Их Согласно Указанному Цвету С цветом Дома И цветом Двери Так Это что Такое Желто-синий Что Не этот Что Ли Синий Желтый Вот это Я понимаю Новогодняя Игра На самом Деле Ой Он еще Тут Но он еще И там Кидал Оказывается Красно-зеленый Отлично Отлично Белый Желтый Почему-то К салатово Синему Получилось Кинуть Забирайте Детишечки Подарочки Свои Пусть Новый год Пройдет Нормально У вас Мне нравится Что С дома Никто не выходит Подарки Забирать Они просто Боятся Под раздачу Попасть Так Красно-зеленый Блин Он в начале Наверное 12 подарков Докинул Еще Две минуты Почти О Вот это Санта Молодец По сути Сам кинул Туда Где они Должны быть Отлично Виктор Привет С Новым годом Дружище С Новым годом Витя Так Этот Куда Отлично Блин Дед Дед Какой Молодец Он Мне Неплохо Так Помогает Он По сути Кидает Туда Где Они Должны Быть Ну Почти Все Желто Синий Красно Синий Взаимно Взаимно Вить С Новым годом Два разных Подарка Кинул К одному Дому Там Наверное Родственники Эльфа Живут Что-то Подозрительно Как-то Кинул Два Подарка К одному Дому Что-то Здесь Нечисто Что-то Что-то Не то Скорее Всего Родственники Живут Большого Здоровья Спасибо Вить Спасибо Пока Тфу-тфу-тфу На здоровье Не жалуюсь Будем Надеяться Что Еще Про это Долго Не придется Вспоминать С неприятной Какой-нибудь Там Болячкой Нехорошей Да Здоровье Конечно Важная Вещь Так Ну Че Уже Почти 30 Подарков Отдал Нифига Себе А Санта Продолжает Мне Скидывать Походу Этот Уровень Тоже Надо По Времени Закончить Еще Где-то Коробка Упала А В Этот Дом В Начале Не Успею Ну Ладно 32 Подарка Этот Себе Заберу Так Сойдет Даже Санта Не смог Бы Сделать Лучше Пишет Нам Сообщение В Игре Замечательно ХПК Кю-кю Еще Одна Картинка Из Фильма Кстати Скриншот Что-то У них Какое-то Рождество Вялое Где Снег Где Снежинки Не знаю В каком-то Лису Стоят По-дурацки Он одет Даже В этом Прикиде Ладно Не суть Важно Все-таки Климат Везде Разный Помоги Санте Найти Его Сани И части Которые Нужны Чтобы Восстановить Их Опасайся Рейнджеров Парка Фига себе Рейнджеров Парка Еще Опасаться Надо Опять Возвращаются Уровни К 2D Платформеру Самое Популярное Что здесь Есть Так Ну я Так Думаю Рейнджеры Ходят Только О Гайку Какую-то Взял Рейнджеры Только По земле Ходят Кстати Один Уже Идет Гад Значит На На деревьях Я Нифига Он ускорился Там На деревьях Я Значит А А Да так Не честно Так не честно Так не честно Сразу Второй Появился Рейнджеры Про И Злую Мачеху Которая Типа Заботится О Своей Дочери На самом Деле Всякие Козни Строит Дочь, наверное, ведется на все это очень легко Но в конце все равно добро побеждает Злая мачеха наказана Дочь ищет, находит принца на белом коне Туфельки, все дела Свадьбы, куча детей В общем, такие сюжеты, в принципе, они, может, и должны быть Депрессника и так в жизни хватает Харас, здорово С Новым Годом, Харас Вот уж кого сегодня не ожидал увидеть Здорово, здорово, Харас Ой-ой-ой Страшные рейнджеры вот эти В принципе, фулл-хп у меня должен прорваться Еще четыре детали, я так понял, осталось найти Полазим Вот еще одна, отлично Ту-ду-дун-тун-тун-тун-тун Ту-ду-дун-тун-тун На заднем фоне город такой неплохой Какие-то дома стоят, небоскребы Золотая гайка, но дала тоже всего один предмет МНДМСы Так, мужик, только не агрись на меня Спокойно, спасибо Спасибо, мужик, что не заагрился на меня Как отметил? Да я же весь в работе, Харас Я же весь в работе Отметил скромно Сначала Вторую смену отработал Ну, это весь день, когда на шахте, в общем Отработал вторую смену С друзьями из ретро-ачивок посидел в конфе дискорда Неплохо так посидели, повспоминали ушедший год События всякие Потом В 12 Поднял бокал шампанского А потом пошел по друзьям шляться Блин, а его, походу, не перепрыгнуть Нифига откинуло, нифига себе А где? Где чекпоинты? Где они? Да, в шахте нет выходных Шахта вообще страшное место, на самом деле Рабство просто Просто жуткое Да что он опять скачет сюда? Давай, мужик, отлично Молодец, что заагрился Я хоть здесь проскочу Во Даже выходные Ну почему были выходные? Ну представь, Харас, у меня У меня график 3.1 График 3.1 у меня на шахте 23 смены в декабре было Этот несчастный выходной Иногда просто хочется отоспаться Там, допустим Морозы давили у нас 4 дня стояли морозы Под 50 Знаешь, что-то мало приятного было Работать в такое время Есть, вроде все собрал Так что, такие дела Так, отлично Санта Собрал все части своих саней Сейчас на Рождество Более-менее у меня График разгружен Может даже завтра еще В эфир получится выйти Но я попробую сегодня Еще одну игру цепануть Вот Виктор меня Как никто другой понимает Да вообще Жуть, Харас Серьезно говорю Весь в работе Я работал 30-го числа Во вторую смену 31-го 1-го января У меня были смены Потом выходной Потом смена Сейчас вот опять выходной Но все-таки В январе Более-менее График сейчас За счет праздников Все-таки Есть еще люди Как говорится Нормальные Все-таки Не стали нас Конкретно нагружать Так что в январе Со стримами Должно получше быть Ну и сейчас Буду наверстывать Упущенное В плане праздников Вот это все Так Повысь дух Рождества Собирая Колокольчики В парке Будь осторожен Рейнджеры парка Не дремлют Так Так Ну и че Это такое 17 Нифига Экшо не прет 20 Собрал 31 С утра Выходил Молодец Санта Че-то Полетел В воздух Поздравляем Бадди Эльф Спас Рождество Какой-то Странный был Последний уровень Кстати Игра тоже Около 50 минут Заняла Поздравляем Эльф Спас Рождество Замечательно Отлично Спасибо Серег Спасибо Слушайте Ну игра Прикольная Все равно О давайте Кредиты Посмотрим Раз такое Дело Нам что-то Даже разрабов Не написали Давайте Посмотрим Кредиты По канону Узнаем Че за типы Были В Крейв Энтертеймент Президент Винсент Битетти Сеньор Вайс Президент Марк Марк Бурки Че-то знакомое Кстати Имя Спасибо Ребятки Спасибо Прикольная Игра Честно Говорю Разнообразие Вообще Просто Море На самом Деле Уровни Просто Ну конечно В основном 2D платформинг Был Но Других Уровней тоже Хватало И Снежками В эльфов Покидали И Покатались На льдине Бодрый Такой уровень Был И от Медведей Поотбивались В общем Прикольная Игра А самое Главное Что Рождество Спасено Благодаря Этому Эльфу Рождество Удалось Спасти Сохранить А я На ачивке Еще не играл Кстати Виктор Может Даже Заценю Когда Нибудь Да Енот Были Морозы В Морозы Тяжелее Всего Работать К сожалению Но С этим Тоже Ничего Не Поделать Так Титры Идут Еще Теперь Пишут Кто Джоли Форд Представлял Сколько Людей Было Задействовано Может Тут Как То И Указывают Тех Кто Связан С Фильмом Был Может И Это Тоже Влияет Может И Так Быть Так Пока Идут Титры С Чистой Совестью Ставлю 202 Игра Вторая Всего Лишь На Gameboy Advance Но Как Говорится То ли Еще Будет И Первая Игра С Темой Нового Года Титры Закончились